всем привет решил показать процесс копки картофеля может кому-то это будет полезно с чего начнем начнем с того что неделю назад я прошел простым триммером скосил ботву вот косил для того чтобы мотоблоку было легче чтобы от ве он не закапывался чтобы мотоблоку было легко идти от вас за неделю подсохла и практически ничего не осталось только вот такая сушена и чтоб максимально избавиться от такой сушена я ее убираю такими вилами учатся с пологорода вот такая тележка это вся бы тележка оказалось бы на колесах мотоблока и на веерной копалки сейчас покажу процесс и 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 ну что после таких нехитрых манипуляций получаем практически чистое поле поле громко сказано полянка для кого-то но травы здесь минимально в этом году решил ботву складывать отдельно это все остальное здесь у меня вся мелочь компостной кучи вся мелочь то есть очистки все картофельная но все что со стола идет и мульча после газонокосилки вся идет туда ботва она от картошки больно жесткая перегревает плохо вот решил в этом году ее отдельно складывать чтоб вся мелкая трава перегнила за зиму и у меня весной пойдет на мою полянку ну что все убрали сейчас достаем мотоблок одеваем копалку веерную и будем копать смотрим окрашен перед тем не ломочим репактор все друзья с п Продолжение следует... Этими болтами отрегулировал прямолинейный ход, заранее еще сделал такие меточки здесь маркером, по которым я постоянно регулирую. Не надо каждый раз устанавливаться, регулировать. Вот раз настроил, чтобы прямолинейно шел он и все. Сделал заметки. И сейчас по заметкам быстро и удобно настраиваться. А глубину буду регулировать непосредственно на поле. Вот подготовил мотоблок. Сейчас будем перебираться на поле. Смотрим. Вот мотоблок поставил на исходное положение. Приступаем к уборке картофеля. Буду ходить через боровок. Так удобнее. Первый боровок проходим, второй боровок. То есть третий. Вот. И так через боровочек. Потом убираем. Процесс уборки показывать не буду. Это... Очень долго. Глубину копалки произвожу таким образом, чтобы мотоблок, чтобы копалка не зарывалась и мотоблок шел свободно. И как бы копалочка она скользила и подрывала. И выворачивала. Как видим, мотоблок идет ровно. Не зарывается. Картошку выкапывает. Мотва не мешает, потому что ее нет. Ничего не забивает. Идет спокойно. И хорошо. Картошка в этот год очень хорошая. Все сорта. И белая, и розовая, и красная. В этом году у нас хорошая. Обычная. То белая, то красная. В этом году все нарожалось. Ладно, я продолжаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для дальнейшей посадки седератов нужно подготовить землю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну и опять же, для неверующих, сейчас я пройду второй раз копалочкой уже по чистой полянке и посмотрим, сколько картошки я зарыл, сколько у меня осталось. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА